Здравствуйте, с вами Ломонос Петр. Хочу рассказать о том, как получить крупные кочаны у капусты. Имеем в виду мы сегодня белокочанную капусту, потому что, как вы знаете, у самих капуст разновидностей более 12, очень много, сортов еще больше. Мы будем говорить о белокочанной капусте. Так вот, почему не всегда получаются хорошие кочаны у белокочанной капусты? Для этого необходимо помнить, что по биологии капусты между собой очень отличаются. Для того, чтобы выросли хорошие кочаны у ранней капусты, требуется повышенный азотный фон и пониженный фосфонокалиный. То есть, если перевести в цифры, это будет 2 к 1 к 1. То есть, сколько мы берем фосфонокалиных удобрений в 2 раза меньше, по весовому количеству, чем азотных. Азотных даем больше, тогда будет хороший урожай. Средняя капуста уже имеет несколько другие условия. Ее уже можно назначить в азотных удобрениях 2 части, в калийных 2 части, в фосфорных 1 часть. Только в этом случае, значит, средняя капуста вас порадует хорошими крупными урожаями. А поздняя капуста, там еще более интересно. Значит, в начале роста она потребляет азот, а потом уже, где-то после того, как начинают развиваться кочаны, и ей необходимо давать фосфонокалиное удобрение. Вот почему под позднюю капусту очень желательно, самое простое и доступное, это в лунке при посадке добавить древесную залу. Потому что это как раз фосфонокалиное удобрение, то, что надо нашей капусте. Знаете, как сделать? Значит, ну, соответственно, зная эти пропорции, можно подобрать удобрение. Ну, очень хорошее удобрение, это кристаллон. Там как бы азот, фосфор и калий есть в разных соотношениях, поэтому можете подобрать кристаллон. Нету кристаллона, можно использовать тоже смешанное удобрение. Те же самые 16-16-16, те же 14-14-14, то есть содержание азота, фосфора, калия. Только необходимо, исходя из того, что-то раннее или позднее, какой-то один элемент усиливать. Если у нас капуста, значит, уже поздняя, значит, для этого удобрения сложного, мы будем добавлять фосфор, калий, то есть еще добавим монокалий, фосфат. Добавим, и тогда капуста нас будет благодарить большими качанами. Так что, знаете, что в начале роста любая капуста требуется в азоте. Подкормили азот, а вот дальше условия резко меняются. Если ранней капусте не достигнете хорошего азотного питания, значит, она будет завязывать поздно качаны. Будет завязывать поздно качаны, как бы она, то, что она ранняя, она не оправдает своего названия. Ну и качаны будут, конечно, мелкими. А хорошая подкормка азотом даст ранней капусте хорошее урожай. И вас, ну, вы будете радоваться, что ваши труды по ее выращиванию рассады не пропали даром. Ну, последняя капуста уже вам сказал, по поздней капусте я вам сказал. Значит, ну, кажется, подкормок, значит, что можно использовать? Самая первая подкормка, можно использовать органические удобрения. Сорганические удобрения для капусты можно применять как птичий помет, это первая подкормка, а можно настой с сорняком. Который у вас доступен, который есть на каждом участке. Полили капусты в начале роста настоем сорняков, они отблагодарят вас крупными листьями. А будут крупные листья, будет крупный качан. Все взаимосвязано. Потому что хилые растения никогда не дадут полноценного урожая. Не забывайте об этом. Ну, значит, удобрения, которые мы будем носить под наши виды капусты, это самое сразу первое. Мы будем носить, ну, чтобы капуста наша хорошо развивалась, мы будем носить удобрения. Первое удобрение мы носим, когда называется основная заправка почвы, мы будем носить перед посадкой. Это сложные удобрения. Любые сложные удобрения на 1 метр квадратный 30-40 грамм. Моете мерить ложкой, это примерно 2 ложки на метр квадратный. Моете мерить 100 граммовкой, это пол 100 граммовочки. Рассыпаем и заделываем почву. Глубоко заделывать не надо. Глубина заделки где-то 15 сантиметров. Заделали. А вот остальные подкормки для капусты желательно давать в жидком виде. Они быстрее доходят до растения, и наши растения лучше реагируют на жидкие подкормки. Тем более, что у вас площади не очень большие. Если бы вы были на производстве, можно было сделать сухую подкормку, но не забывайте, что на производстве есть как бы дождевальные агрегаты, которые потом могут все поле полить. А если вы поливаете лейкой, тогда лучше уж не поленитесь, сделайте подкормку в жидком виде. И хороший урожай вам будет обеспечен. До свидания. До новых встреч.